Шахматы в человеческий рост, мастер-классы по рукопашному бою и песни военных лет. В Красноярске, в выставочном центре Сибирь, стартовал патриотический фестиваль. В нашем городе он проходит впервые. Подробности у Юлии Чупровой. Научиться добывать огонь без спичек, преодолевать минное поле или почувствовать себя солдатом российской армии 18 века. Попробовать свои силы в военном деле теперь может каждый, независимо от пола, возраста и подготовки. Ой, нам понравилась полоса препятствий, там, где ползали. Все понравилось очень. Как огонь добывали, блин, это было очень интересно. Ну, нужно же как-то уметь выживать в природных условиях. Допустим, не дай бог война, боже мой. Вот, вот тебе наглядный пример. Фестиваль в первый же день посетило множество человек. Каждый, по мнению организаторов, нашел занятия по душе. Работают более 50 площадок. Фестиваль очень полезен. Наша площадка – это лазерный бетлон. Пять выстрелов, пять мишеней, точность. Как бы, каждый уважающий себя мужчина, ну и девушка, конечно, должна уметь стрелять. Кроме военно-патриотического направления, на фестивале есть площадки волонтерских движений, ветеранов войны, краевых музеев и художественных галерей. Для самых активных посетителей работают интерактивные спортивные секции – скалодром, шахматы, классики и хоккей. Глава региона Виктор Толоконский отметил, что основная цель мероприятия – развитие патриотизма. Я далеко не все успел посмотреть, но везде что-то совершенно особое. Везде какая-то особая любовь к России, к краю красноярскому, к людям здесь живущим. Все это, как правило, делается бескорыстно и по воле сердца. Ну, наверное, это и есть воспитание, укрепление духа. На фестивале есть и богатая культурная программа. Все выходные в Сибири будут работать тематические фотовыставки, концерты военных оркестров и конкурсы авторских песен. Патриотический фестиваль проходит в городе впервые, но губернатор уже пообещал сделать его ежегодной традицией. Вход на все площадки свободный, мероприятие продлится еще два дня. Юлия Чупрова, Валерий Чащин, 7 канал.